так познай же сердцем твоим что как наставляет человек сына своего так бог всесильный твой наставляет тебя и храни заповеди бога всесильного твоего иди путями его и бойся его ибо бог всесильный твой и тут очень красивая картина ведет тебя в страну хорошую страну водных потоков источников и родников бьющих в долинах и в горах страну пшеницы и ячмени виноградных лоз и смоковницы гранатовых деревьев страну масляничных деревьев и меда страну в которой без скудности есть будешь хлеб не будет у тебя недостатка ни в чем в стране камни которой железо и из гор которых добывать будешь медь и будешь ты есть и насыщаться и благословлять будешь бога всесильного твоего за страну хорошую которую он дал тебе вообще картина картина конечно потрясающие я бы сказал что это или это побережье средиземно русской побережье франции там или там греческие острова какие-то нужно сказать такое про землю израиля это язык не повернется надо имеется конечно ввиду не это абсолютно входишь в такие желания исправленные которые действительно полностью наполнены высшим светом и каждая из них дает тебе вино маслины там на солнце птички там неважно что райский сад короче городе дают меня что все это уже исправлена тобою в предварительных твоих действиях и готовишь себя к тому чтобы вступить на следующую ступень на свойства отдачи и любви вне себя тот же то есть тот же тут те же желания огромные которые раскрылись состоянии духовном внутренним человек который называется египет они постепенно переходит состояние пустыни и он приподнимается над ними так они должны быть и затем он строит из этих состояний уже свойства отдачи и любви естественно там он обнаруживает над собой на отдачу другим в этом он наслаждается а в том что он наполняет всех вот этими всеми благами естественно можно все это объяснить до странно водных потоков ну действительно описать землю израиля то есть духовно не то что у нас географически тут есть конечно это на это невозможно найти никаких слов потому что это это свойство человека который находятся в наивысшем своем наполнение но не просто вот скажите начинается именно вот именно с воды водных потоков источников и родников бьющих в долинах это тоже не это некрасивое описание какой-то картинки литературное описание там нет это имеется ввиду все абсолютно четкое зарифмованная такое жесткое на он научно-техническое описание свозь человека которые таким образом функционируют я бы сказал фонтанируют фонтанируют то есть недаром начинается с бины да дальше там ячменя дальше как еды и хлеба это все надо это все конечно обрисовать это все это весь все десять сферот его души которые полностью направлены на отдачу и любовь к ближнему и при этом именно этим они наполняются